здравствуйте дорогие друзья хочу развенчать иллюзии некоторых людей по поводу того что камера фоны с их замечательными качествами это видео заменит вам вашу фото видео технику относительно дорогого сегмента дело в том что я сам фотограф видеограф с большим стажем больше 20 лет этим занимаюсь я повелся на этот маркетинговый ход также как 90 процентов покупателей камера фонов что вот у них есть один прибор небольшой это телефон он за так сказать и камера фон то есть замечательным блоком камер которые шикарно снимают видео 4k 60 fps сейчас даже 120 делают во фланганских моделях fps 4k слоу-моушен таймлапсы все в шаговой пальцевой доступности камера включается моментально телефон заблокирован два раза нажал кнопку включение выключение камера в рабочем состоянии все можешь снимать 4k 60p здоровья в любую фотографию дело в том что последние года два действительно появились замечательные телефоны так называемые камера фоны вот один из них google pixel 7 я прикупил замечательный американский телефон замечательные фото и видео качествами которые соперничают например по качеству по фото он лучше считается чем iphone 14 pro и 14 pro max по видео слегка ему уступает или также это все на взгляд любитель то есть если бы мне сказали заменить фотоаппарат допустим телефона вот есть отличный динамический диапазон он демонстрирует прекрасно фотографирует я бы согласился но когда речь заходит о видео почему я бы согласился в телефоне придумали такие алгоритмы обработки за счет за счет искусственный интеллект а и который у гугла кстати самый лучший на рынке они так научились обрабатывать фото что подавляют шумы добавляют резкость увеличивают динамический диапазон и фотографии действительно выглядит весьма весьма прилично но основная проблема всех телефонов заключается в том что у них несколько разных объективов нельзя один ультразум вставить телефон это будет выглядеть как-то архаично неудобно да и нет видимо даже нет такой возможности технической инженерно его поэтому всегда ставится несколько здесь в данном случае три объектива с этой стороны один и разные матрицы под разные объективы разные матрицы хорошие профессиональные матрицы а сейчас уже ставят дюймовую матрицу во флагманы таких производителей как sony sony xperia pro ай или xiaomi 14 ультра или око или вива вот и несколько буквально моделей айфон к сожалению нет у них нет дюймовой матрицы несколько моделей на пальцах одной руке можно почитать куда уже у моделей с дюймовую матрицу в пиндюйт такая как в этой профессиональной камере panasonic lumix fz1000 mark 2 моя камера основная рабочая здесь дюймовый матрица но если здесь на всем протяжении фокусного расстояния от там 22 до до 560 на 4к подвигается труба и матрица одна и та же дюймовая то есть качество картинки не меняется то то в телефонах хорошая матрица стоит только на основном объективе который бывает 23 миллиметра и возле того вплоть до 30 миллиметров здесь по миллиметров 25 стоит в гугле пиксел 7 и все на остальных матрица или из этой же матрицы кропается в данном данной модели теле телевик да то есть он берется часть матрицы основной в про версии там дополнительно объектив стоит в телевичок длиннофокусный там слоя матрица но они уже гораздо хуже то есть меньше пол дюйма там и меньше даже чем пол дюйма естественно в тенях вы будете наблюдать шумы естественно качество картинки будет хуже вам нужно ярко освещенный объект как белым днем чтобы нормально снимать на телефото объектив или на ультра уайт 16 миллиметров который лишь тоже стоит снимать нормальную картинку потому что там уже слишком большой круг фактор там уже маленькие матрицы за счет этого меньше света они могут поймать им надо больше усиливать больше усиливать децибельник больше усиливать сигнал разгонять его электронным способом появляются от этого шумы поэтому всегда когда вы снимаете с маленькой матрицы какие-то сцены в комнате полутемные слабо освещенные там в темных дворах у вас в тенях всегда лезут шумы если вы снимаете объектив с маленькой матриц ультракомпактных же в зеркалках любых фото кинокамерах матрица она одна на любом фокусном расстоянии да если она маленькая как например вот в этой камере панасоник HC V730 здесь матрица меньше полудюйма при том что огромный так сказать 50x ультразум да качество видео будет похуже чем на этом телефоне где матрица основного объектива три четверти дюйма да в два раза больше естественно в два раза больше света он улавливает в два раза лучше прорабатывает градиент от светлого к темному меньше шумов четче картинка лучше резкость лучше четкость поэтому здесь ставят уже в телефонах и цейсовские стекла и лейковские стекла на основном объективе да но это будет только шире все больше ничего вы не получите не телефото не портретник не ultra white вы не получите в то время как на цифры компактных зеркалках на цифра компактных на любой гибридных камерах у вас будет на одной матрице пускай она один дюйм не бог весит а не три четверти не 4 третьих не full frame но это будет одна матрица дюймовая и качество картинки будет приемлемо на всем протяжении фокусного расстояния у телефонов к сожалению в силе в силу компактности форм-фактора этого быть не может потому что 3 дюймовых матрицы сюда точно не влезут тем более 4 есть же еще селфи камера то есть их 4 объектива у них у всех у этих камера фонов 4 дюймовых матрицы невозможно поставить в телефон это уже будет лопата величиной с 20 дюймовый планшет с планшетом ходить и туда не ставить то что это уже ерунда для этого стоит фотоаппарат значит что касается фото как я сказал да действительно по фото ситуация немножко лучше если вы сравните фото вот этого телефона с фото многих многих даже цифрокомпактов даже зеркалок то вы удивитесь но за счет алгоритмов обработки современных они научились так обрабатывать фотографии что она выглядит просто идеально с широким динамическим диапазоном которую вы и на никоне с каноном не получите на full frame вам надо добавлять обрабатывать раф в лайтруме добиваться специально этого искусства здесь уже на выходе на выходе у вас получается очень и очень приличная фотография за одним исключением если вы делаете портрет то конечно вы не сможете на 25 миллиметрах снять нормальный портрет искажение лица будут будут по-любому для портрета что портретные объективы от 50 миллиметров и дальше и конечно во всех этих камера фонах есть режим портрет они делают боке эту сделают размытый фон но если повторяю это делается не на основном объективе а на телевике там уже crop factor значительно больше диафрагма дырка зажимается больше и шумы лезут больше да то есть уже такого качества как на основном объективе вы не получите поэтому дорогие друзья если вы снимаете свадьбы фильмы да можно снять одним телефоном у вас там все постановочно вы все можете размерить вот ты стою здесь потом я открою шторку там темновато здесь потом я подойду туда отойду вот с объективом 25 миллиметров с дюймовой матрицы можно снять замечательный фильм или коммерческий ролик но это надо ходить ногами это надо все делать постановочно или почти все профессиональные же съемка подразумевает что вы все-таки репортажная съемка или скажем съемка в путешествии где-то в горах там вам надо наехать куда-то издалека что вас не заметили там на море там мало ли где надо пейзажи какие-то снимать различным фокусным расстоянием там я уж не говорю про фото охоту там про зверушек каких-то детали снимать детали там допустим экстерьера какого-нибудь древнего храма там готическую розу вам надо наехать тут конечно цифра компакта они незаменимы телефон с этим не может справиться вам надо будет кропить потом из этой фотографии какую-то часть это уже опять будет лезть зерно артефакт это при этом при всем я согласен что фотоаппарат может заменить или сейчас легко если вас только фото интересует берите google 7 или лучше google 8 про какой-нибудь и флаг вам в руки тем более он дает скрытность есть объекты куда нельзя зайти с таким кирпичом до вас сразу заметит скажу что есть фотографировать нельзя там в церкви церковь сюда висит объявление где перечеркнут фотоаппарат с телефоном же я так много раз делал человек заходит на него никто внимания не обращаете надо что-то снять там тебе что-то понравилось ли там луч красивый падает там еще что-то телефон замечательно снимается получается прекрасные качества лучше чем на фотоаппарате по видео к сожалению по видео так не получится по видео в тенях в тенях даже на основном объективе вот здесь я пробовал делал тесты сравнивал его с этим агрегатом в тенях он справляется гораздо хуже в полутемной комнате все равно лезут шумы видны артефакты видна работа шумодава то есть для широкого диапазона задач телефон всегда все равно не годится в светлое время суток поехать одним днем куда-нибудь пересла в залезки насниматься фото можно видео замечательных вообще лучше не надо тащить такой вот кирпич с собой под него специальная сумка там над ним тряслись чтобы он не промок чтобы вы не украли не уронил там ничего этого не надо но взять так вот купить телефон и выбросить все свои камеры и сказать что я теперь хорошо живу тоже не получается к сожалению это маркетинг вот телефон не может заменить собой видеокамеру да по-настоящему тоже и фотокамеру конечно по диапазону возможностей фотокамера конечно с разными объективами здесь один фикс хорошие вот 25 миллиметров а фотокамера тем более со съемным объективом она позволяет различную оптику ставить длиннофокусную и краткофокусную и широкоугольную там фишай там и так далее телевики поэтому профессионалы конечно на телефон снимать не будут хотя повторяю есть такие примеры ю тубе их полно на просторах интернета где замечательные снимают клипы даже фильмы шот фильм с короткие фильмы и краткомитражки замечательный снимает на телефон с таким качеством что когда поначалу я посмотрел я подумал елки-пот что я делаю с этими кирпичами давно их на помойку выкинуть надо купить нормальный телефон с ним жить нет не получается тем более есть еще один минус он греет через 4к если вы снимаете в течение часа и больше то вот этот блок камер у меня достаточно серьезно нагрелся то есть палец тут долго держать не получится вот нагревается нагреваются эти микросхемы там матрицы когда 4к 60 fps там и долго снимаешь там час и больше это греется это не в плюс конечно долгожительство матрицы агрегата в целом это не прибавляет тут нет возможности поставить кулера такие как больших камерах понимаете где все свистит слышишь что крутится кулера или что-то там стабилизаторы какие-то что-то там все время происходит них внутри форм-фактор ограничивает возможности оптики и возможности объективов матриц в телефоне всегда и всегда а единственное правило запомните она всегда работает никогда не бывает когда все в одном лучше чем все по отдельности кроме тех случаев когда вам действительно нужна компактность и скрытность да компактность и скрытность скрытно снимать или небольшая цифра 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 компакт или так сказать телефон идеальный вариант людей снимать на рынке там на митинге поэтому дорогие друзья от от задач конечно зависит но удовлетвориться одним телефоном по видео возможность взамен всех своих видеокамер маленьких и больших я к сожалению не могу и вам того не советую не обманывайтесь это все маркетинг телефон это прежде всего телефон ну может быть где-то фотоаппарат но значительно меньшей степени это видеокамера на этом я заканчиваю всего вам доброго до новых встреч да может все-таки телефон-то получше будет